Всем привет, друзья! С вами Коксидаром, и добро пожаловать на новую серию мультики по Бравл Старс. И так как сейчас всё внимание приковано к обновлению, к новому Бравлеру Калет, то и мультики тем или иным образом будут связаны с новеньким хроматическим Бравлером Калет. И да, ребят, все ссылочки на оригиналы будут в описании. Ну а к вам у меня огромная просьба, нужно прямо сейчас поставить лайк этому видосу, подписаться на канал, если вдруг вы ещё не подписаны, и нажать на колокольчик. А также, не забудьте, если вы хотите меня поддержать, нужно, чтобы каждый из вас зашёл в магазин и ввёл код автора Робзи. Приятного вам просмотра! И первый мультик у нас с канала Бравл Тромп, и я знаю, что он очень тесно связан с историей Калеты, я постараюсь всё максимально объяснить. Итак, у нас шагает Коль где-то по пустыне, потому что стоит кактус, и его встречает Калет. Такая проверяет, что у неё в книге есть Коль, друзья. Вот эта книга, да, ребята, это было в Твиттере, это было в Инстаграме разработчиков. Именно вот эта книжка. Я почему-то раньше думал, ну все так думали, что это книга Биби. Нет, это книга Калет, и там есть Коль, но здесь чего-то не хватает. Она увидела своего фаната, она просто без ума от Кольта. Такой говорит, да, да, смотрите, какой я крутой, я Кольтец, у меня золотая ложка. Что, подожди, это была золотая ложка или это золотой пистолет? Это странная штука у него в руках, я не знаю, что это такое. А, это зеркало, боже, он же красавчик, красуется. Так, что делает Калет? Она говорит, вот, смотри, на тебе, держи ручку. Сделай мне, пожалуйста, автограф вот тут, вот, так, что, что? А, он просто написал Кольт, он просто написал Кольт точно так же, как в мубике разработчиков. Ну, прикольно, молодцы, Бравл Тром классно сделали, именно вот с отсылочками. Она в шоке, она мечтала об этом всю свою жизнь, говорит, а теперь дай мне свой локон волос. Кольт такой, что? О, волосы, она реально хочет ему оттреть кусочек волос, точно так же, как и было в видосике. Говорит, да-да-да, да-да-да, нет. О! Говорит, не хочешь ножницами, сейчас будут тебя машинкой стричь. Минус Кольт. А, Кольт свалил. Просто. А, слушайте, погоди, это же атака сердечек. Это точно так же, как в игре. Она тоже в игре. Атакуя сердечками, мы с вами смотрели, у меня был видосик, где мы рассматривали атаку, там, да, именно сердечком. Вот это жесть, бедный Кольтец, сбеги. Так, смог убежать? Смог или нет? Капец, она просто безбашенная, серьезно. Она просто безбашенная, ну, фанатка, просто фанатка без ума. Так, сбила Кольта, и что? Он получил кактусом по голове, и здесь еще и Пайпер. Она же фанатка, еще и Пайпер. Кстати, по лору игры, она самая большая фанатка Пайпер и Спайка. Кольт у нее тоже, конечно, в списке, но Пайпер и Спайк это самые первые. И здесь она встречает Пайпер. Она просто встречает Пайпер. Там Кольт падает. Она все, забила на Кольта, говорит, бежит на Пайпер. Пайпер стреляет в нее со своего зонтика и промахивается. Комон, просто безумная. Вы посмотрите, у нее взгляд просто какого-то психа. Я не знаю, так. Она догнала. О, и то догнала, камон. Выдрала кусок волос. Забрала заколку. Так, а Кольта она поймала все-таки или нет? Ну, судя по лору игры, да, она поймала Кольта. И тоже забрала у нее кусок волос. Просто вышкребла кусок. Я не знаю, насколько большой, но... О, боже мой. Я не знаю, вот серьезно. Ее зубы, это такая крепота. Вот, реально, если такое приснится или, знаете, вы ночью, вы ночью, так, знаете, в темноте идете в туалет. И вам просто кто-то, знаете, друг какой-то там, друг какой-то раз так картиночку за угла такую покажет. В принципе, можно уже в туалет и не идти. На этом, как бы, ваш поход закончится. Потому что все вы сделаете прям на месте, если реально такое лицо увидеть. Но это реально жесть. Это просто такой страх. Так, так, Кольт. Боже мой. Она его выстрелила. Она выстрелила ему вместе с головой. Вы посмотрите, у него реально выстрелила вместе с головой. Куска не хватает. Или это, подожди. А, это просто так, типа, залысина такая белая. Фух, я думал, она кусок черепа его отстригла. Так, я здесь. Пайпер тоже без волос. Боже. Серьезно, Пайпер, это просто что-то с чем-то. Реально, без волос. Я бы не хотел встретить такую Пайпер просто никогда. Итак, друзья. Следующий видосик называется Калет и Мортис. Пародия от канала Бравл Тром. Посмотрим, насколько богата фантазия автора. Погнали. Итак, это у нас какая-то клетка. В нем странный психованный пес. Ладно, дальше. Это, подожди, это всякие маньяки. Это психбольница. А, это Калет. А что здесь делает Мортис? Что здесь делает Мортис? Ну, он реально... А, ну он же типа вампир. Опасный как бы. Окей, кто здесь дальше? Ну, Калет, походу, здесь самая опасная. Реально, в этом сборище чудиков она будет самая опасная. Сто процентов. Итак. О-о-о-о. Да, ребята. Напишите в комментариях, как зовут эту героиню. Я думаю, что все ее знают. Просто все знают. Она здесь тоже, кстати, в камере сидит. Дальше кто у нас есть? О-о-о, это кожаное лицо. О-о-о, камон. А что он здесь забыл? Это мультик по Бравл Старсу вообще-то, да? Или здесь всех, кого можно было, набрали? Так. О-о, это Ганнибал Лектор. Хо-хо-хо-хо. Так. А Калет тоже в какой-то есть камере? Или она все-таки... О-о-о, кукла Джеки. Смотрим дальше. Кто у нас следующий? Пустая камера? Пустая камера? А здесь роботы-то надзиратели. Кому это серьезно? Такие все посмотрели. Что? Список заключенных. Джейсон, Майерс, Чаки, Харли, Ганнибал, Мортис. Калет? А Калет-то пропала. Калет-то свалила. О-о-о-май-э-гад. Звонят. Куда-куда? Что происходит? Ага. Включили сигнализацию. Тревога, тревога, тревога. Калет сбежала. Самое безумное. Что происходит? Воу! Это ж... Подожди, это что такое было? Это просто кто-то только что пролетел мимо. Ну-ка посмотрим. А, что-то пролетело мимо только что. Так. Блин, какая же... Вот это реально очень криповый мультик. Серьезно. Так. А, это была Калет. Она просто пролетела туда и обратно. Она всех вынесла. Просто головы, руки полетели. Куски роботов. Что? Капец она безбашенная. Слушаю. Ну, автор, конечно... Это прям очень богатая фантазия. Но она очень злая, Севилд. Очень злая. Что будет дальше? А, вот она. Вот она, смирительной рубашки. Держит свою книгу. Ну, да-да-да. Все. Все как по лоро-игры. Так. Она заметила что? О, Мортис, ты... Мортис попался. Серьезно. Мортис со своей мышкой. Мышка уже в шоке. Все. Летущая мышь уже в шоке. Так. Сердечко от Калет. О, Май Гад. Что пишет она? Хай. Хай, говорит Мортис. Мыша просто в шоке. Летущая мышь. Мортис меньше боится, чем сама мыша. О, боже. Какая она грибовая. Ее зубы. А мыша там орет. Она безбашенная просто вообще. Так. В списке у нее Мортис. Прима. Фейс. А, Мортис ухо? У Прима лицо? Она должна ухо забрать у Мортиса или что? Она настолько фанатка, что хочет забрать ухо Мортиса? О, Мортис. Да, 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 да. Смотри. Она реально хочет ухо от нее отрывать. Она влюбилась в его уши. Она же коллекционирует предметы. Мортис, беги. А, куда беги? Ты же прикован. Мышь. Мышь. Спрятала ухо. Она говорит, да, да, да. Нет. Что делает? Она головой разбивает стекло бронированное. Разб... Я не знаю, что здесь происходит, но это пипец как хейпо. Она реально разбивает. А, Мортис пытается свалить. Летучие мыши пытаются достать его. Капец она бешеная. У меня летучая мыша со сваркой. А, жесть. Я не знаю, чем закончится. Она мышит. Не знаю, чем сейчас это закончится, но это пипец как хейпо. Так, она все-таки сейчас зайдет или кто-то ее остановит? А, госп. Это больница? Маньяк госпитал? Жесть. Хорошо, что она не показала продолжение. Ну и еще один, друзья, офигенный видосик, мимо которого я не мог пройти. Это видос канала Брату Арт. Это про типы бойцов в Бравл Старсе. Если вы себя здесь найдете, ребят, поставьте лайк. Вот реально. Или встречали ли вы вообще таких бойцов, то тоже ставьте все лайкосики. Подписывайтесь. Итак, что это у нас за первый тип? Это булл в кустах. Да, с дробовичком. Ну? Кто это? Кемпер? Да, это кемпер. О-о-о-о. Знаю я таких, знаю. У меня есть такой соклановец. Это кемпер. Так, смотрим, смотрим. Кольт бежит с динамайком. Какой-то тип бойцов. Смотрим. Подожди. Это те, кто преследует постоянно? Так, мало АХП. Ну, буквально один выстрел. И-е-е. Ну, динамайк, прощай. Это автоатакер. Ребята, узнали себя? Это автоатакер, камон. Я себя узнал. У меня такое раньше бывало постоянно. Это везунчик? Или не везунчик? Встретил Мортиса. О-о-о. Все. Нет-нет-нет-нет-нет. Это кто? Что, тиммится? Это тиммер, что ли? А-а-а. Это тиммер. Окей. О-о-о. Лжец. Ха-ха. Все-таки нет. Все-таки, ребята, минус динамайк. Мы не ошиблись. Так. Брок. Что за Брок? Что с ним не так? Умный. Смарт. Это умный, ребят. Так. И что? В чем именно умный? Ну, то, что он не лезет в бой. Аккуратненько стоит из-за кустов. Высматривает. Появился коктейль. Так. Но рядом кусты. Рядом кусты. Он думает, так. Там может быть Шелли. Включает мегамозг. Начинает думать. Там может быть Дэрил. Джин. Безмозглый. Ноубрейнер, ребята. Безмозглый просто. Он сейчас пойдет подберет. Его убьют, да? А, там никого не было? Беги, Брок. Беги. Беги, дружище. Так. Он сбежал. Ага. Вроде бы сбежал. А может быть и не убежал, кстати. Спитбол. Спит в кустах. Кемпер. Слышит шаги. Ага. Все. Все. Халявный килл. И... А, здесь Джин. Я обожаю озвучку Джина. Серьезно. Оп. Сдулся. А, ну это все. Минус Джин. А нет. Это просто опять повезло. Боже. Я ненавижу ребят, которые вот так вот везет. Которые просто подбирают вот эти коктейли на ровном месте. Ладненько, друзья. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик. И вводите код автор Робзи. На этом все. С вами был, как всегда, Робзи. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok